Для живописи маслом вам понадобится холст. Самый холстый, ну или какая-то другая основа для живописи. Можно использовать холст на картоне. Но мне удобнее работать на холсте. Поэтому для этого мастер-класса я купила холстики 5 штук. Будем писать котенка и шерсть на этом котенке. Итак, вы купили холст в магазине. Распаковали. И теперь тут, видите, вот такие вот клинки, которые надо вставить. Вот эти вот плазики. Вначале вставляем. Потом будем их забивать матку. Для чего они нужны? Они нужны для более равномерной натяжки холста. Потому что, видите, вот этот холст хорошо натянут. Но от изменения температуры воздуха влажности он может провисать. Поэтому его можно немножечко постукать вот по этим клиношкам и снова натянуть. Теперь немножечко стукаю. Я обычно вот так вот по торчащим стукаю вот. По этим стука неудобно в этом положении. Поэтому я поворачиваю холст и еще раз стукаю вот по таким вот стоящим. Я люблю, чтобы холст был хорошо натянут. Можно еще чуть-чуть постукать. Ну вот, теперь он натянут так, как мне нравится. Видите, говорят, как барабан стучит. Вот, как барабан стучит. И теперь мы его немножечко загрунтуем. Потому что, как правило, покупные холсты еще требуют небольшой дополнительной грунтовки. Потому что мы не знаем, где они хранились, как они хранились, при какой температуре. И на поверхности холста возможны небольшие микротрещины. Если мы сразу начнем писать, то холст будет очень сильно впитывать масло и будет не очень удобно. Поэтому сейчас прогрунтуем. Для этого я вот сделала желатиновый клей такой. Это на 150 миллилитров воды. Одну столовую ложку желатина. Или пакетик 10 граммовый. Наливаю немножечко грунта. Так. Надо вытереть, а то он прилепнет. И потом будет сложно с ним справиться. И разбавляю клеем. Почему разбавляю? Ну, потому что все-таки он прогрунтован уже. Поэтому делаю такую вот легкую грунтовочку. Перемешиваю. Вот такая кисть широкая называется плейтс. Так, видно? Покрываем. В одном направлении и в другом. Втираем тон. Втираем в поверхность холста. Смотрим за тем, чтобы покрытие холста было равномерное и тонкое. Вот. Буквально одного раза достаточно. Как показало мое использование этих холстов, они довольно хорошие. Поэтому одного раза вполне достаточно для грунтушки. Все. Загрунтовано. Теперь мы отставляем его сушить. Бывки в голову. Попробуем, например, подвинуть. Готовим. Продолжение следует...